добрый день еще раз и мы сейчас будем говорить о модных веяниях модных диетах которые вы видите постоянно в интернете в телевизоре звезды многие следуют им и мы поговорим о том откуда это пошло и зачем они нужны очень интересно что большинство диет современных нет пошло из соединенных штатов америки и по данным различных исследований food tribes report 44 процентов взрослых американцев следует тем или иным ограничением в питании либо вследствие аллергии либо а для исключения определенных ингредиентов в том числе и для веса каждый третий избегает продуктов содержащих сахар также каждый третий избегает без глютеновый продукт избегает употребление глютеновых продуктов каждый четвертый использует высокобелковую диету каждый десятый из поколений миллиниум либо вегетарианец либо веган шесть с половиной процентов употребляют только безлактозные продукты и 3 миллиона человек ассоциируют себя с поле диеты и причем следование этим рекомендациям этим диетам не всегда ассоциировано с весом а просто это веяние моды веяние культуры либо для защиты окружающей среды животных и так дальше и начнем мы с высокобелковой диеты действительно высокобелковая диета она применяется в качестве лечебное питание например при туберкулезе либо многие спортсмены бодибилдеры также следует высокобелковой диете но как раз оттуда она и пошла для снижения веса огромное количество маркетинговых рекомендаций для употребления тех или иных продуктов например 25 граммов белка в одном йогурте есть чипсы высокобелковый и так далее так далее так далее однако не все так просто не все так замечательно как казалось бы следование высокобелковой диете которые были проведены наблюдения почти у 90 тысяч человек из пяти стран все таки ассоциировано с набором веса в длительном периоде особенно среди женщин употребление обработанного красного мяса способствует уменьшению объема эвакулята и снижению числа сперматозоидов у молодых мужчин все-таки высокобелковая диета особенно употребление большого количества красного мяса не хороша для не для потенции не для эвакулята не для сперматозоидов и зависимость общей смертности от употребления обработанного красного мяса она прямая соответственно было тоже на почти полумиллиона не обследованных выявлено то есть чем больше мы употребляем красное мясо тем выше может быть смертность к сожалению к сожалению наши плантации и сельскохозяйственные угодья они ограничены на земле и считается что к пятидесятому году спрос на продукты белкового питания животного происхождения увеличится на 80 процентов и обсуждается такой момент как экономическая целесообразность животных белков при этом белок коровы считается экономически мало целесообразным а сейчас идет новое опять же веяние эффективность белка как кузнечиков и хрущика мощного здесь вот вы видите хрущика мощного это эффективный белок потому что для того чтобы вырастить нужно меньшее количество земли плантации до сельскохозяйственных угодий чем например для выращивания коровы курицы и молочных продуктов и мы должны понимать что избыток белка в длительном время а в длительное время в рационе влияет негативным все-таки на многие наши компоненты это и гипертрофия печени и почек и создает положительный азотистый баланс формирует развитие такого заболевания как подагра мочекаменной болезни и усиливать процессы гниения белков в кишечнике и образуются биогенные амины а также на фоне дефицита глюкозы и полиненасыщенных жирных кислот может стать причиной развития депрессии именно поэтому следование высокобелковой диете нужно перед этим проконсультироваться со специалистом нужно или не нужно можно или нельзя также новая диета достаточно новые а все новое хорошо забытое старое это кетодиета на фоне кетодиеты сейчас огромное количество людей изменяют свои привычки питания поэтому поговорим и о ней кетодиета это высокая жировая диета с умеренным содержанием белка и очень малым содержанием углеводов соотношение между жировыми и нежировыми компонентами пищи 4 к 1 при этом жиры обусловливают почти 90 процентов энергетической ценности рациона она была описана еще в 21 году доктором уилдером для лечения детей с эпилепсией и действительно сейчас она также применяется для лечения детей с эпилепсией и аутизмом что можно в этой диете можно жирное мясо зелень овощи брокколи цветную капусту высокожирные молочные продукты сливочное масло сливки с большим содержанием жира сыр и твердых сортов авокадо и ягоды сахарозаменители кокосовое масло и майонез что же нельзя нельзя никаких зерновых продуктов все что содержит углеводы никаких зерновых продуктов сахар мед сладости фрукты картофель батат это запрещено на кетогенной диете и действительно кетогенная диета применяется применяется для лечения эпилепсии и при данном виде питания в организме происходит метаболические изменения как у людей в период голодания изменения уровня кетонов плазмы таких как ацета ацетат ацетон бета-гидроксибутират инсулина глюкоза глюкогон и свободных жирных кислот возникают уже первые часы от начала исследования данной диете но какая же ведущая роль в нормализации эпилепсии в контролировании эпилепсии снижение частоты эпилептических припадков она неизвестна также имеются альтернативные механизмы которые обсуждаются как ведущие но до сих пор пока никто точно ответит на вопрос каким образом все-таки это работает не может скорее всего это работает все вместе то есть такие предположения что все вместе каждый из этих механизмов влияет на снижение эпилептических припадков снижение также механизмы это снижение употребления калорий в целом углеводов в частности активация атф чувствительных натриев каналов митохондриях увеличение свободных жирных кислот в плазме и влияние на гибериме мишени рапомицина и снижение гутоматергической синаптической передачи все эти механизмы обсуждаются как ведущий на все эти механизмы имеются в кита диете в метаанализе проведенным на тысячах детей с эпилепсией после 6 месяцев нахождения на данной диете случаи эпилептических припадков уменьшились более чем на 50 процентов а у детей с аутизмом результат был достигнут у 60 процентов детей и очень интересно что у 7 процентов детей изменения были столь выражены что они пошли в общую образовательную школу а изменения какие-то улучшения социальных навыков общения речи взаимодействия с окружающими и уменьшение стереотипии и гиперактивности мы должны понимать что какие-то диеты это часть лечебного питания то есть мы не говорим о здоровом питании мы говорим о лечебном питании высокобелковая диета действительно применяется у пациентов с активной фазой туберкулеза высокобелковая диета часто употребляется под наблюдением спортивных врачей у спортсменов кита диета это все-таки а диета для лечения людей с эпилепсией для лечения детей с аутизмом а также применяется при других нейродегенеративных заболеваниях таких как болезнь паркинсона альцгеймера но пока что это исследуется вот так что мы должны понимать что это вариант лечебного питания сейчас мы перейдем с вами к диетам минус на этом блок диеты плюс добавление закончился и перейдем к диетам минус до новых встреч